Фасция твёрдой мозговой оболочки. Твёрдая мозговая оболочка окружает нервную систему изнутри, и эта ткань выстилает не только внутреннюю поверхность черепа, но и внутреннюю поверхность пинномозгового канала. Соответственно, вся нервная система и центральная и периферическая с внутренней стороны, ну понятно, с той стороны, покрыта твёрдой мозговой оболочкой. Соответственно, твёрдая мозговая оболочка, мы потихонечку пройдём, разделяется на уровне черепа. Это два склеенных листка. То есть твёрдая мозговая оболочка фактически состоит из этой фасции? Да. Два склеенных листка, причём внутренний листок, нет, не внутренний, а с той стороны, наружный. То есть листок, который ближе к кости черепа, он к ней прикреплён, практически смыкается с внутренним сводом черепа. Дальше, когда он спускается вниз на уровень, вот здесь вот есть, смотрите сюда, вот здесь решётчатая кость вставляется. Вот если вот это вот я бы всё отрезал, то там будет такая, как вставочка, вот такая вот решётчатая кость, в которой много-много дырочек. Вот эти дырочки – это синусы, пазухи наши, которые воспаляются и выдают синусит. Вот здесь вот гайморова большая, вот здесь лобная большая, остальные мелкие пазухи, да, вот она вот так вот, что там дрожит. И там у неё, конечно, надкосницы тоже есть, да, у этой синусит? Вот, и вот этот вот листок твёрдой мозговой оболочки, он эти фасции выстилает. Вот почему синуситы тоже можно так лечить, и гайморит в частности, да? Вот он выстилает вот эти синусы, как бы вот на этом уровне он от кости отходит, от свода, да? То есть он получается вот так вдоль-вдоль-вдоль и дрым-дрым-дрым отходит от этого самого, да? По вот этим дверочкам, по этим решёткам, да? Значит, а внутренний листок, то есть, понятно, наружный это, потому что он к своду черепа примыкает, а внутренний, который уходит вглубь мозга. Он выстилает все образования коры головного мозга, в частности, мужичок. Ага. Непонятно, но хотя фасции по составу одна и та же. Ну, названия разные. Вот. Значит, вокруг мозга, вот он разделяет полушарие, вот эта вот борозда, которая разделяет полушарие, она покрыта тоже. Причём, ещё раз напоминаю вам, что вот эта борозда, грецкий орех, вспомните, будет понятна. Борозда, она разделяет полушарие не до конца. Вот она идёт, а там дальше идёт турецкое седло, на которое лежит гипофиз. То есть, понятно или изобразит? Да, понятно. Так вот, вот этот вот листок, он идёт внутренний, да, по полушариям, входит на эту, вот в эту щель, покрывает турецкое седло и гипофиз, и поднимается по второму полушарию, как бы выстилая его тоже. Дальше он проходит так, окамляет составляющие головного мозга, то есть мост, продолговатый мост и так далее. То есть, он не разделяет как бы гипофиз и это самое турецкое седло, да? Нет, 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 нет. Гипофиз остаётся как бы покрытием, ну, слишком малым покрытием. Ну, что, покрывает как лентами бис? Вот так вот, как? Нет, он просто покрывает. Я не вижу, с одного полушария гипофиза покрытие добавят? Да, да. Интересно, он доходит до гипофиза тоже? Смотри, эпифиз, он находится немножечко, он тоже его покрывает, но эпифиз находится... Внутри? Да, он находится как бы вот где продолговатый мозг выходит, вот где вот этот вот, там как бы мозг, продолговатый мозг, вот это вот, вот там находится. Да, он идёт, он идёт, тоже попадает под эту фасцию. И дальше он идёт, соединяясь, как бы, вдоль затылка, затылочное отверстие, и переходит на спиной мозг, и идёт до конца, до крестца, второй, третий крестцовый позвонок, где замыкается крайне сакральная система. Ну, то есть он вот так вот, по одному краю, на уровне второго крестцового позвонка, он кончается спинномозговой канал, он переходит на другую поверхность, и пошёл, получается, мешок. Понятно. А в месте, где происходит перекрещивание? Перекрещивание? Ну, вот, дискасса у меня в себя. Вот он идёт вот так вот. Он идёт вот так вот, переходит на другую сторону. Да, потом возвращается туда же. И идёт наверх, вот здесь. Да, и потом спускается. Да. По разде второй, второй стороны, как бы, мозга, и снова идёт туда же, и вот так вот, практически. Да. Вот это вот место перекрещивания, где он за собой перекрещивается? Вот здесь родничок. Шёв теменной кости. Смотри, он здесь идёт вот так вот спускается туда, уходит по, допустим, по правой, ну, допустим, да, там, по левой половине спинномозгового канала до колеса, поднимается на правую, уходит вверх, поднимается сюда. Да. И выходит к твёрдой мозговой оболочке, к внутреннему слою, к родничку. То есть практически кора остаётся в мешке, а он идёт по поверхностному слою. Непонятно? Не совсем. Это другое мнение, что я взял. А вот дальше. Не, не, можно... Посмеш книжку анатомии? Нет, в анатомии там этого нет. Фасции нет. Фасции нет. Смотрите, я за всем получу. То есть получается... Можно взять другой стоп тоже. Ну, ладно, не будем изводить бумагу. Можно в стороне. Значит, получается вот, если мы начинаем, ну, из меня художник в стиле Пикассо, допустим, вот, кора головного мозга, вот борозда. Значит, вот покрывает, да, заходит сюда, покрывает эту борозду с одной стороны, да, вот борозда, у неё как бы две стороны, да, уходит, уходит вот сюда, да, выходит по другому полушарию, проходит вот здесь мост, продолговатый мозг, спинномозговой канал, вот, уходит, проходит по спинномозговому каналу, вот крестец, скажем, второй, там, С2, предположим, да, вот, вот, иходит сюда, вот, вот, идет вот так, здесь, здесь практически, вот здесь уходит по до борозды, то есть вот, вот одна. крестец вы нарисовали сбоку, это с какой целью? Нет, ну, он пацан тут должен быть, или в этой рисунке? Ну, смотри, на самом деле, здесь же не идеально ровно уходит. Это позвоночник, да? Что? Так, чего, забегаешь? Нет, 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 просто, у нас скоро батарея здесь закончится. Так, нет, сейчас мы перейдем к... Спасибо большое. Потому что, в принципе, все, по фасции мы как раз закончили. Разобрался, доверил? Нет.